Кадры для регионов и не только. Президент сегодня произвел ряд назначений. Ротация вертикали в четырех районах страны. А также в руководстве Могилевской, Гомельской, Брестской областей и в Минске на уровне замов. И в самом Гомеле новый гендиректор на моторном заводе. Нужно не просто определиться, кому какой кусок работы доверить. Президент во время таких встреч делает акцент на том, что важно здесь и сейчас. Исполнительская дисциплина на местах, принятие решений без волокита и забота о людях. Это неизменно. Но сегодня еще прозвучали установки от президента по зарплате, работе предприятий, с которых ушли иностранцы, а также по поддержке прогрессивных IT-секторов на промышленных гигантах. Ну а сводится все к простому. Будет порядок с кадрами, будет работать экономика. Все выдержим. Итоги кадрового понедельника у Натальи Бреус. Где-то за час до начала собеседования у президента. А журналистское любопытство на самом пике. Когда еще пока тайно, кто и какую должность займет. В кулуарах ищешь знакомые лица. Вдруг заранее станет понятно, кому грозит министерский портфель. Оказалось, не в этот раз. Ненадолго отвлекает разве что новогодняя елка. Праздники не за горами. Атмосфера чувствуется уже и здесь. Время, конечно, покажет, станет ли новая должность для сегодняшних кадров настоящим новогодним подарком или все-таки серьезным испытанием. Второе скорее, ведь планка требований президента высокая. Ну а руководителям на местах Александр Лукашенко так часто и говорит, это ведь не работа, а настоящая горячая сковородка. Эта встреча с красными папками на столе лишь верхушка айсберга кропотливой кадровой политики. Подбор кандидатов идет тщательно и долго. У каждого из них за плечами свой уникальный опыт и большой профессиональный путь. Например, Александр Ботвинник работал на Белазе, отвечал за инновации. 130 человек на Жодинском заводе завязаны на цифру. Сообщая с конструкторами, заставляют сердце гиганта биться своими силами без IT со стороны. Бытует мнение, что IT-парк сыграл положительную роль в развитии информационных технологий в стране. Но сегодня любое предприятие, Академия наук, учреждение образования имеет достаточной компетенции в информационных технологиях. И если, не дай бог, там что-то случится с IT-парком, то наш реальный сектор и не только реальная социальная сфера обойдутся без IT-парка, развивая собственные технологии информационные. Вы как специалист, как относитесь к такой точке зрения? И насколько информационные технологии развиты сегодня, допустим, промышленности? В прошлом году мы не расстреляли безлюдную технологию добычи, которую показывали в Ситнице, в месторождении Микошевича. И демонстрировали вам большое количество электронных компонентов и систем. Весь программное обеспечение и софт является собственной разработкой. То есть мы не привлекали специалистов, никаких компаний для разработки этого программного обеспечения, обеспечив тем самым свою информационную безопасность. Также Белорусский автомобильный завод рассматривает вопрос в 2023-2024 году о создании собственной компании президента парка социальной технологии для получения соответствующих налоговых льгот. Но в случае, если парк социальной технологии в городе не будет существовать, то все необходимые разработки мы можем выполнять собственными силами. И уже неоднократно это доказывали. Наша задача, Игорь Петрович передается правительству, не надо их тащить в парк высоких технологий. Ради только льгот, так мы можем предоставить соответствующие льготы, которые можем сегодня и которые существуют в парке высоких технологий. Ну, также зачем вам там регистрироваться, тащить туда своих специалистов или просто зарегистрироваться, осуществовать на площадях Белаза. Нет такой необходимости. Это порочная практика, никому не нужна. Пусть они там, в этом котле Белазовском, к примеру, или Мазовском, или МТЗ варятся, а мы им предоставим как по IT-разработке, мы вам предоставим соответствующие льготы. Вариант возможен? Да. Возможно. С понедельника Ботвинник становится уже у руля моторного, крупнейшего производителя двигателей в стране и СНГ. Время непростое, производственных трудностей из-за несправедливых санкционных подножек хватает, но настроен гендир по-бойцовски. Оно и понятно, оказалось, возглавляет еще и Федерацию бокса. Сейчас время возможностей, скажем так, я бы называл так. Это время, когда ты садишься и работаешь, работаешь для того, чтобы получить те решения, которые позволят тебе иметь определенную технологическую и экономическую безопасность предприятий. Сегодня этим надо заниматься. Опыт, который получен на Белазе с 21 года белорусский автомобиль завод является санкционным предприятием, показал, что возможно все. На нем возможно надо чуть больше времени. Что касается кадровых рокировок в регионах, они на уровне заместителей губернаторов в Брестской и Гомельской областях. В первом случае на должность согласован Вадим Кравчук, во втором – Дмитрий Олейников. В Гомеле кресло мэра займет Владимир Привалов. Закрыта вакансия из заместителя председателя Мингородсполкома. Им стал Олег Корзун. Новые рейпреды в Жабинковском, Малорицком, Березовском и Светлогорском районах. Президент уточняет, насколько хорошо руководитель погружен в регион. А какие промышленные там основные предприятия? Два гиганта – окно и Светлогорский ЦК. Кроме этого, есть и более мелкий Светлотекс, завод сварочных электродов, который пока приостановил свою работу. А что, нам электроды не нужны? Нужны. Сколько там человек работал? Около 250 человек. Мы, в принципе, их всех трудоустроили. Мы же договаривались, уходят какие-то там украинские, польские или финские хозяева. Люди остаются, технологии остаются, производство существует. Электроды нужны. Почему мы закрываем? Завод готов к работе, товарищ президент. Сейчас решается вопрос смены собственника. Вот, Игорь Петрович, это пример вашей изголовщинка, жесточайшей, необузданной волокиты и бюрократизма. Какой смены собственника? Я вам дал указание. Ушли? Хозяин. До свидания. До свидания. Мы вас не знаем, вы нас знать не хотите. Какой смены собственника? С этого момента предприятие национализировано. Что мы еще ждем? Какого смены собственника и как мы будем решать вопрос правительстве по полгода по году? Считайте, что это предприятие ваше. По приезду немедленно реализуйте это указание. Не ждите каких-то документов. Направьте в правительство, они вам ответ дадут. Я думаю, после сегодняшнего они вам до Нового года поменяют собственника. Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором, или приватизированный иностранный инвестор, получил эти предприятия. А сегодня это в основном из недружественных стран и прочих. Ушли? Помашите им рукой. Перекреститесь, что они оставили вам собственность. Все же есть. Ну, Игорь Петрович, ну я же вам, например, и Макдональдса это говорил. Работал и работает. И люди приходят. И продукцию производят нормальную. Но это наше уже предприятие. Не захотели работать. Ну, как хотите. Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и упихнуть туда листья салата или кусок колбасы. Точно так и здесь. Все же осталось. Они же с собой ничего не забрали. Но если бы забрали, то я бы поснимал головы соответственных людей. Никто ничего не должен забрать. Вы не должны это допустить. Это, может быть, и звучит из уст президента не очень популярно. Но разве лучше было бы посыпать голову пеплом? Инвесторам у нас всегда содействие. Политическим конъюнктурщикам пламенный привет. Ну, мы по Икеа, по вашей области говорили ответственно. Икеа, ах, Икеа. Что мы не можем сделать? Тем более, они же ничего не забрали. И люди остались. Ушел хозяин. Ну, иди. На рынке спрос приличный. На том же рынке в России, Беларуси и так далее. Мы можем производить эти детали и им поставлять, как поставляли. Займитесь. Рассчитывать нужно прежде всего на свои силы. Политические условия были и, скорее всего, будут. Но разве из-за них должны замереть предприятия? Легкой жизни президент не обещает. И уже давно раздеваться и работать. Девиз на все времена. Мой вам совет. Сейчас такой переломный момент. И давайте откровенно говорить. Связанный со Светлогорском. Кто-то там пришел, ушел. Хорошо. Они вложились туда. Они технологии, та же Икеа или украинцы производили электроды. Технологии привезли. Они оборудование привезли. Они инвестировали. Ну, чисто политический момент. Сказали уходить, а они ушли. До свидания. А вот вернем мы их обратно или нет? Вопрос. Мы с президентом Путиным жестко договорились. Ушли, уходите. Мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. Мы справимся. Уже в России запустили производство нам, знакомых москвичей. Ну, вы меньше знакомы, я больше. Жигулей, ныне Лада. Худо-бедно начали производить. Газ будет производить. Волги. Вы помните, это бренд вообще был в Советском Союзе. Они будут на более высоком уровне. Мы джили производим. Я говорю о автомобилях, которые населению нужны. Не начальникам. Начальникам вон Аурус они сделали. Грузовой автотранспорт. У нас КАМАЗ-МАЗ. Тракторное производство. Сельхозмашиностроение. Без проблем. Поэтому, если кто-то уходит, пусть уходит. Никого не держите. Но сразу же берите в руки это предприятие. Не ждите, что тут вам Головченко, Сергенко какие-то указания дадут и поменяют форму собственности. С этого момента это ваша собственность. В Могилевском обл. Белосполкоме сменился первый зампред. Правая рука губернатора теперь Сергей Савицкий. Его первостепенная вотчина – сельское хозяйство. На горячую сковородку садитесь. Вы это прекрасно знаете. Могилевская область обладает колоссальными возможностями. Там как раз пояс сельскохозяйственных земель, откуда мы должны получить хорошее урожай. Там не хватает дисциплины. Игорь Петрович там с председателем обл. Белосполкома никак не мог. Он ответственный. Навести порядок. Все ляжет на ваши плечи. Не надо быть вангой, чтобы сделать прогноз. Жим Лукашенко на чиновников будет только усиливаться. Не просто так. Вынуждает и напряженная военно-политическая обстановка, и дикая мировая конкуренция. Зазеваемся, зашибут и не заметят. При всем этом важно видеть людей. Что касается людей. Мы пережили 20-й год. Я часто к этой проблеме обращаюсь. Это был для нас хороший урок. Вы все при всем были на разных должностях. Сейчас вы руководители своих районов. И областей. Не забудьте эти уроки. Не думайте, что все утихомирилось. Дай Бог пройти нам вот этот период в нашей жизни тихо и спокойно. В этом наша задача. Пройдем, если будет работать экономика. Как я часто говорю. Вы, пожалуйста, дайте мне экономику. Чтобы люди были обеспечены. Настолько, насколько надо. Чтобы предприятия работали, рабочие места были. Все остальное за мной. Это ваша задача. Ну и очень чутко и внимательно относитесь к людям. В Жабенковском районе живет 25 тысяч человек. Каждому может подход и не найти, но создать условия для работы и жизни вполне по силам. Мы в нового председателя верим. В условиях санкционного давления сегодня необходимо обеспечить работу всего реального сектора экономики. Это и промышленность. У нас в Жабенковском районе это 4 основных промышленных предприятия. Это сельское хозяйство. У нас таких 8 сельхозпредприятий, ну а также социальной сферы. Кроме того, главой государства была обозначена необходимость заботы о людях, о тех коллективах, которые сегодня есть. Сегодня кадры решают все. Необходимо принять все необходимые меры для сохранения этих коллективов. И еще раз подчеркиваю, обеспечить полную исполнительскую дисциплину. Лучшая мотивация в любом коллективе – это, конечно, зарплата. Но какие бы цифры ни видел в расчетнике, всегда хочется больше. Президент только за. Ни слова про затянуть пояса, но месседж про поискать резервы и оптимизироваться будет не лишним. Я думаю, вы прекрасно знаете мои установки. У нас есть, допустим, в УЗДе. Сколько у тебя человек было в райисполкоме? 70 человек. Если он завтра оставит 40, весь фонд зарплаты, какой сегодня есть, останется у него. А нам можно в нынешней ситуации, повысив дисциплину исполнительскую и технологическую, половину иметь в райисполкоме. Я справился бы с 45. А весь остальной фонд разделите, как вы считаете нужным, среди оставшихся. Ну и что-то потом будет экономика развиваться, с бюджета добавим. Не только чиновникам. Вы знаете, недавно принято решение по всем бюджетникам. И учителя, и врачи, и военные, и так далее, и так далее. Если мы можем, мы это сделаем. Никто эти деньги не заберет и не украдет. Это я вам гарантирую. Не держите лишних людей. То есть не кивать на центр, а самим стать кузнецами своего счастья, не ждать сигналов сверху, а брать инициативу в свои руки. Ни в коем случае не забывайте уроки прошлых лет. Не забывайте. Все зависит от вас. Вы непосредственно с людьми сталкиваетесь. И исключите из стиля своей работы волокиту и бюрократизм. Чтобы не было так, как вот недавно я смотрел, журналисты сделали сюжет, по-моему, на БТ по Соколу. Но пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет. Если вы приняли решение, проконтролируйте, чтобы это было исполнено. И спрашивайте за исполнение. Тогда вам надо будет в райисполкоме 15 человек. Но указания руководителя и подчиненных ему сотрудников райисполкома должны неукоснительно соблюдаться и выполняться. Дисциплина – это тот резерв, который мы должны реализовать. Примерно в таком же ключе совсем недавно шел разговор в Гомельском обл. исполкоме. И хоть там больше про сельское хозяйство, но сигналы услышаны не только аграриями. Настроение сегодня отличное. Команда Гомельского региона способна выполнять эти задачи. И города Гомеля в первую очередь. Поэтому самое главное, чтобы был порядок и дисциплина. Когда есть дисциплина на предприятии, в органах исполнительной власти, тогда задачи все способны решаться. Кадровые вести сегодня были и для некоторых министерств. Новые заместители в Минстрой архитектуры и Минюсте. А также президентом назначен зам в высшую аттестационную комиссию. Это Денис Капский. Заполнены и квотные должности в постоянном комитете союзного государства. Наталья Бриус, Вероника Бута, Александр Олешко. Агентство теленовостей. Агентство теленовостей.